Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перванцер. Это новое видео по Ревелдармсдова, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами... Ну, дальше продолжали изучать спиральную башню, и в итоге доползли до какой-то новой локации. Ща я еще раз уточню, как она называется. Так уж чисто для себя. Так, и как мы называемся локация? Легейбл какой-то там. Короче, неважно. Мы в новой локации. Так, давай изучать ее. Пойдем сначала налево. Такая-то действительно дергающаяся версия у нас под ногами. Эта дверь закрыта каким-то странным механизмом. Окей. Стоп, подожди. А вы-то никак тут не связаны, не? А-а-а-а. Пойдет, нет? Не пойдет. А-а-а-а. не знаю как я их докрутил но повернул я оба черепка получается в сторону двери и она открылась пойдем внутрь как ни странно никаких противников я здесь не вижу чет произошло пойдем обратно видимо я что-то сделал получается нам теперь напротив так эти у нас куда повернуты друг другу так м м м м короче если я кручу и что я сделал насколько я понимаю если я кручу одну противоположно другая крутится в два раза левая получается 1 правая 2 и такая же песня с другой стороны опять что произошло пойдем обратно по идее должна была открыться как антикалитка следующие это наверное а здесь все-таки есть противники нарываться пока я на них не особо хочу да отстаньте вы пожалуйста ты не круче все окей все-таки нарвался на кого-то прометой вешалка какая-то уши они довольно опасные ребятки ну пока по я имею ввиду жестко на 800 опытова 2000 дел да такое такое ну ладно в принципе пойдет так я только тут заблужу с такими темпами ну да пока правой стороны придерживаться в принципе куда-то приперся пойдет говорит так откуда я бежал то отсюда наверное нифига это не дергается знать все что находится с этой стороны по идее должны смотреть вперед ну или вправо вот когда понимаешь что надо делать получается немного легче она как-то попроще идет о сейф давненько я этого не делал на кристаллах но я же там точно не все перевернул как надо но не суть ладно на здесь есть открытая дверь сундук храбрый плащ ну плащ вроде как это вот к ней нет к тебе ой да к тебе походу нет здесь святой плащ не тебе а тебе окей короче я здесь получается кручением всякой фигни открывая себе шмотки да получается потому что там три раза она открылась девять жизней это у нас чье твое надевай так здесь по идее должна быть чья-то куртка еще одна коэс буа но это понятно чья нет 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 на его твою что ли нет бреда нет окей ладно я не понял почему но ладно сейчас по идее мы ищем 6 курток получается на первом этапе крутых курток да открывает уж сундук полная либра давай сначала разберемся что это устранение изменения статуса а это шмотка такая тебя больше всего цепляло поэтому давай либру ты себе и цепляй будешь полностью независимо от статуса так получается пока что мы идем назад в поисках остальных шмоток главное тут не заблудиться получается теперь осталось только не заблудиться а что будет если мы здесь прямо пойдем то нас ведет куда-то налево интересно здорово морлок и аргот ну давай все в морлока пока отдадим хотя мне кажется вам морлок как раз таки не особо опасный опаснее здесь аргот походу по канон наверное попали но она этого не поняла потому что у нее стоит защита от статус окей 1600 очков опыта 4000 дел ладно пойдем налево еще левее точнее типа что а почему их так много о это сразу минус выглядит как какая-то здоровенная жаба если честно вот и этому тоже походу капец нет если не поддавайся пролечу парад поддался глупые шли 1600 опыта 4000 дел так вы не двигаетесь нет не двигаются идем значит глубже так пришли еще на как ема я здесь заблужусь говорю же емой капец нет что еще такое шершник у меня по-моему есть что-то у него да что действует на всех противников но за дело не всех но еды критически выспала неплохо 4 800 опыта 12 изгел нехило сорок четвертый уэшли сорок пятую маривал фига меня прям там осыпали опытом и деньгами давай пока даваться влево куда-то вниз побежали что происходит где вообще есть отстаньте противники так это уже не по не то что мы в первый раз видели да это хронозис не знаю давай его вихрим сдуем это смотрится чудила в плащике магия его не берет не модифицированному уже видели в прошлой серии это было не особо приятно не ну этого нормально на теперь просто добиваем его отлично ты еще опыта ты еще дел ну кстати дают за него меньше за того хотя нет опыта больше денег меньше за того побольше денег давали да ёмы брать находит стучатся головой во всякие предметы странные где я лазил капец дайте мне найтись пожалуйста мне бы прям к началу локации вернуться о какие ты сделал только что короче если хочешь свалить то беги просто вниз я понял окей я запомню так значит пойдем налево снова так я по крайней мере буду понимать хоть где я отстань ну понимание конечно отсутствовать будет естественно но хотя бы немного понятнее будет где я что и кто я еще одну дверь открыл окей стоп нам наверх нифига не понятно о прометей опять опять ты на тебе ударом пики по лицу нет эшли блин ударом пики по лицу алик акселератор обычная атака и обычной атакой так как маги его не берут наверное здесь лучше было бы брэда взять но не суть а почему собственно брэда у него урона выше о нам хватило неплохо 800 опыта 2000 гел ну да как я и говорил за прометей дает меньше день меньше опыта но больше денег главное чтобы они вдвоем не появились так по идее если я правильно понимаю то мы сейчас должны выйти именно туда к мест сохранения ни фи га да у меня сломался шаблон да отстаньте вы ну отстань так это перебежки между не знаю сторонами скажем так здесь я сейчас снова буду с правой стороны где я уже все вертел ну по идее да все верно а это получается центральная да хотя нет по факту это не центральная не пока еще не разобрался чё к чему пока что тяжеловато понять где мы не в пространстве там пока еще теряюсь но благо мы с этими справляемся быстро 800 и 2000 если я сейчас правильно понимаю все я сюда выхожу и выхожу в центр как раз таки правильно правильно еще две двери я открыл до открыл окей значит я все двери пооткрывал платье вилка твоя твои и по идее здесь сейчас должен быть последний предмет какой-нибудь странный лабиринтос не получается я курточек на всех нашел мэри был получается не особо там полезный персонал и точнее как не особо ключевой персонаж вот мы могли и без нее сюда попасть принципиальной разницы в этом не было будет она с нами не будет ее с нами потому что шмоток на нее нету антизим мне это не нравится а нет фигня я думал блин что-то страшное оказалось нет оно только изначально таким показалось таковым отлично еще и все фу хп 800 опыта 2000 дел идем дальше давай наверное сейф сейчас сделаем на всякий случай раз мы все равно здесь рядом дальше то нас пока никто не пропустит я так понимаю мы еще не все сделали внутри в том странном квадрате по которому мы только что бегали потому что если представил как квадрат никак иначе а нет смотри пропускаю дальше не узнать где то здесь должен нас ждать босс еще целая куча дверей наконец-то ты сюда добрался голос ирвинга это голос ирвинга где ты покажись поиск кипер опять оказался в ловушке на судне но поиск кипер выбрался из судна и сейчас филгайз сама его корни были разделены и разрослись даже до хранителя мада глэйв за глэйва легейбл с такими темпами сколько бы мы не атаковали ствол корни будут постоянно получать новую энергию сначала нужно отрезать три корня выходящий из пояса кипер и тогда регенерация прекратится я молюсь за безопасность и удачу участников армс сделай это пока моя воля не даст поясу кипера вывалиться из судна вылиться нервинг что происходит я лишь верю тому что сказал ирвинг необходимо перерезать три корня чтобы уничтожить само тело кипера нужно разделиться на 4 группы раздельные группы нападут на каждый корень а четвертая атакует само тело кто возьмет корень а ну вообще типа я в принципе во всех уверен но пускай это будет канон стол корень b пускай возьмет мэри вул корень с пускай возьмет лилка канон мэри вул лилка все верно хорошо идем не зря я сохранился перед этим на само тело это будет как раз таки ирвинг да ну а тут будет сейчас три босса по факту мне очень не нравится вот такие вот перемещения типа тут не пробежать нифига вот плавает еще все капец двери открылись что там будет сейчас за босс блин офигеть мэри вул все-таки быстро и ну ладно здесь это было проще здесь я даже загоняться не стал так теперь лилка у лилки будет еще жестче по идее да они здесь в разнобой идут но тоже легко пока мне показалось самым сложным это испытание канон остальное все было легко интересно она будет нас атаковать нет первый корень честно я не знаю что от него ожидать ё-моё вот он к вот как должно быть это чувство горя отлично подойдет моим злым деяниям я не знаю что сказать я надеюсь что у нас хватит силу победить легко гиперион неприятный взрыв воу жестко еще один гиперион я переживу в принципе но потом мне надо будет мега ягодку кушать никак иначе бунт я все еще переживаю гиперион который как раз таки вот он не буду рисковать лучше схаву и сейчас мега ягодку как раз на накопленную атаку поинтересней вход в атмосферу по моему не зря я это сделал ох не зря я чувствую это сделал да не зря гиперион я все-таки переживаю но третьего орудия не у меня нету еще третьего типа оружия я понял намек лучше не рисковать также мега ягодку еще одну очередной вход в атмосферу такое ощущение что эта атака наносит процентный урон чем меньше у меня хп тем меньше урона она наносит такое ощущение взрыв галактики вот это должна быть очень серьезная атака у меня тут появились некоторые вопросы как остальные будут справляться что-то не слишком жесткие эти корни даже интересно сколько у них в принципе хп я надеюсь что они разные опять гиперион появился опасно слишком много ягод используем в первом бою когда меня еще два ожидают хотя по сути там мэри вал и лилка у лилки по идее ума должно хватить лечиться а вот насчет мэри вал не знаю хотя у мэри вал в принципе атаки жесткие вроде были а где опыт там гели гелы точнее ну ладно на второй корень выглядит пока все абсолютно точно так же мне кажется что просто цвет будет другой на второй корень да как я и думал цвет будет просто другой это очень странно ну давай мэри вал попробуем что ты из себя представляешь купили темная звезда ну-ка больно будет мэри вал да очень больно так оно еще и статусное магию поднимем ей наверное герам то спускай будет даже не знаю давай вот так попробуем на у него тоже есть гиперион что-то ситуация как-то не очень ты же ведь не забудешь полифиться нет бунт ну вот это по идее не должно работать на него блин зря я ее взял в этом бою она бесполезна к сожалению атаке слишком жесткие для нее и что-то она не хилится о похилялась первый раз надо убрать это смятение забытие его надо его убрать на она не убралась попытки убрать его не получилось нифига где там у меня была большая ягода 2000 нормально почти фулл хп опять бунт да вылечи ты свое забытие пожалуйста не они лечатся а у них там порядка 30 скольки там двенадцати тысяч хп может пятнадцати ну кроме как кубели у нее нет ничего ну че получается давай кубели использовать еще раз да еще это забывчивость которая висит блин капец на ней лечилки то как раз и кончится походу может атака обычная будет довольно мощной гония копейки ну че-то я даже не знаю плюс молнии лед ветер земля надо уточнять сразу что там к чему будет сейчас земля ну вот скорее всего и есть земля молния огонь ну давай огонь попробуем если сейчас получится что то то можно попробовать мне просто атака интересно сработает нет огонь слабоват мэривил истощена естественно я понимаю это так пять штук осталось мы сейчас немножечко попробуем но это чисто теста ради я делаю это сразу вот так ветер давай попробуем ветер мне чисто для тестов я хочу узнать уточнить понял значит не ветер земля ну давай попробуем землю в принципе тоже нет давай лед попробуем лед слабенький давай молнию обычная тоже не пойдет огонь у нас не сработал давай ладой попробуем если лед не сработал нет тоже не том остались свет и тьма да ну давай свет сначала попробуем это был критический удар тоже не то осталось только тьма короче я понял статусная магия ой статусные эти штуки не работают ладно так значит что мы можем сделать кошелек нет увеличение времени отмены нет предотвращение внезапный нет повышение защиты кстати можно как вариант ну и герантос например что нам надо как-то побеждать надо да вы кубили да вы кубили а урона меньше я не получаю то есть получается рефлект нам здесь не помощник тогда давай используй секретный знак будем повышать так силу магии на максимум еще одну как минимум атаку мы примем скажем так уронов но будем пока кубили использовать вот отлично хотя бы по две тысячи но это уже не серьезно на самом деле я конечно понимаю типа статусная магия все дела но капец конечно ну и все она труп не это бред так снятие эффекта внезапных атак болезни падения духа конфуза ветер к обычной атаки так сил магии удачи воскрешение погибшего плащ внезапность тут нет снаряжения понятно наверное тогда хотя бы вот так надо сделать и герантос взять и хотя бы так по 1800 выносить а в в в в ну вот еще одна только атаку мы переживем на току хотел сказать дальше надпеляться причем необычаем а прилично так хиляться надо а дальше снова превращается в один удар а потом хилимся один удар хилимся один удар хилимся но к сожалению других вариантов у нас пока нет ну честно если бы я знал что они настолько неприятные противники но я бы подошел к этому вопросу немного по-другому 1200 до где там синяя это было вот она хаваем синюю ягодам там у нас есть если два полных восстановления об этом тоже не забываем сколько там сейчас останется у них и по 1900 в принципе один ударов любой она переживет если конечно статус никакой не накинут на нее например яда хотя вроде яда пока мы у него не увидели бунт так давай мега ягодку конечно не перелом как же канон было просто с этой статусной штукой блин было бы сейчас у нее статусная штуку мэри вал мы мне бы было немного проще хотя не знаю бунт 2100 отлично еще одно атаку тогда проведем к убили взрыв галактики сейчас надо будет лечиться ну мэри вилл немного посложнее чем канон будем честными 2 300 ну окей хотя бы 2 300 хп сейчас пока есть надо хотя бы еще четыре атаки провести я думаю ну где-то плюс-минус по моим расчетам но не факт что мои расчеты верны войне факт не рисковать не рисковать да ну рисковать сейчас плохая идея хотя можно было рискнуть болезнь понятно все я перестаю лечиться больше нечем болезнь и забывчивость лично просто отлично но благо бьет не больно могло было быть куда хуже ух хватило хватило хп хп и урона хватило да и по моим расчетам вроде попал даже так ну давайте последнего да будем заканчивать наверное через квик сейв скорее всего ну лилка у нас магичка поэтому есть шанс того что она справится чё она сейчас скажет при таких расхождениях достичь согласия невозможно наверное ты права наверное ты права так прям самом начале делаем квик сейв так что у нас платьевость луны по идее у нас сейчас все должно быть прям как по маслу что у нас фул хп фул хп давай наверно проверим сразу на огонь нормально полторы тысячи сколько ты урона выхватываешь лилка ну так же примерно как и мэри вал давай проверим сколько она может отхилить себе а нам же не покажут точные цифры ну эту сумму в принципе она хилит нормально давай наверно попробуем две атаки пережить квик сейв я тем более сделал перед началом боя и это самое нормальное такое так огонь работает на полторы тысяч давай мороз так же полторашка так же полторашка не рисковать да лучше не буду рисковать наверно похилить блин сильно бьет у x2 магия точно так мы сейчас пытались искрой хотел я еще зачудить а вторая магия пускай будет вихрь искра не работает вообще вихрь все так же полторы тысячи лилка давай лечи себя быстрее скорее ну почти полный хп так так и что у нас осталось там аква да и земля так лично значит еще одну атаку переживем ну давай землю ну давай землю так они из земли имеют хорошие резисты к молнии но при этом остальные магии насрать глубоко и далеко с высокой колокольни тяжелый случай тяжелый противник благо лилка сама себя хилит а не надо заморачиваться насчет всяких вот этих банок с ягодами 1800 блин опасненько давай лучше еще раз полетимся так сходи так скажем дадим ему еще один ход а потом двойной магии ему по лицу о 2 200 я думаю у нас хватит сейчас силу добить его а пускай это будет ммм а че пускай это будет пускай это будет пускай это будет мороз и путь нет пускай это будет сначала огонь потом вода и и и их в Хватило. Я думаю, хватит. Тяжелый противник. Я уже говорил об этом, и еще раз повторюсь. Яд. А вот это прям не есть хорошо. Давай ты уже закончишься, а? Маловато. Сам на семьсоток, еще плюс 200 яда. Ладно, еще один ход. Хрен с ним, давай попробуем. Может мне хватит урона сейчас? Вход в атмосферу. Капец. Это может быть последний ход. Хватит. Лечись, Лилка. Давай еще разок. Мы сейчас еще на двойную магию. Нарвемся. Нет, еще один ход надо будет. Подождать, пока он меня атакует сильными заклинаниями, пока полечится. И по факту ему потом выдать по лицу конкретно прям так. Во, после этого как раз можно неплохо его просадить. Яд кончился. Отлично, еще и яд закончился. Вообще великолепно. Так, пламя и вихрь. Давай, поехали. Мы победили. Кстати, с первого раза. Я говорю, Лилкой попроще все-таки. Ладно. Давай я здесь сейвлюсь, прямо здесь. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.